В эфире Радио Свобода, видеотрансляции на сайте www.swoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Сегодня делать фотографии или снимать на видео заинтересовавшие вас места и события проще простого. Мобильный телефон со встроенной камерой почти всегда под рукой. Мало кому придет в голову просить разрешения на то, чтобы сфотографировать ценник в магазине, например, интерьер ресторана или приемную чиновника. Да и не нужны такие разрешения по закону. Но у охранников и полиции могут быть свои представления о законности, а человека, решившего поснимать там, где, по мнению охраны, не положено, могут не только принудительно выдворить из заведения, но и поколотить. Или, как это было с одним из участников сегодняшней передачи, отправить под административный арест. Так все-таки, на чьей стороне закон? Что можно снимать, а что нельзя? И что делать, если вам запрещают фото- и видеосъемку? В студии Радио Свобода адвокат Владислав Луньков и общественники Вадим Коровин и Ян Котелевский. Год назад Яна Котелевского дважды задерживали сначала за видеосъемку с самовольной парковки около отдела полиции, а затем за съемку сюжета о своем задержании. В результате судья Раменского городского суда Ольга Голышева признала Котелевского виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и назначила в общей сложности 22 дня административного ареста. Вадима Коровина, который спустя несколько месяцев сдавал журналистам интервью около этого же отдела полиции, оштрафовали. А совсем недавно Владислава Лунькова, добившегося отмены запрета съемки отделений внутренних дел, задержали в Брянске за съемку местного отдела полиции. И вот это противостояние общественников, юристов и охранников администрации некоторых заведений и полиции продолжается, и к концу и краю этому не видно. Вот для начала, Владислав, поясните, пожалуйста, так все-таки есть ли в России такие места, которые нельзя фотографировать, в которых нельзя осуществлять видеосъемку? Конечно, есть. Они оговорены специально законом. Есть специальный закон, который оговорен. То тему, которую вы сейчас поднимаете, именно полиции, поскольку я понимаю общественные места, такие как магазины, но это немножечко абсурдно, что там запрещают, именно в магазинах, особенно за... Ну, я не знаю, что это за магазины. Ну, может, шоп-магазины, может, там действительно нельзя. Я не знаю, я туда не ходил, не знаю. И тем не менее, поясните, пожалуйста, вот все-таки, что совершенно точно нельзя снимать человеку? Ну, у нас есть объекты, которые действительно содержат секретность. У нас есть закрытые предприятия, у нас существуют закрытые, и, конечно, нельзя снимать. То есть для того, чтобы там нельзя было снимать, туда еще нужно каким-то образом попасть. Вот именно, да. Когда применяется, допустим, там кто-то что-то из участников здесь присутствующих нарушил какой-нибудь приказ, какой-нибудь внутренний приказ, или секретность какую-то нарушил, то как может простой человек нарушить какую-то секретность, если он к ней просто никакого отношения не имеет? Ну, тем не менее, мы знаем и о многих уголовных делах, разглашении каких-то государственных тайн людьми, которые доступа даже не имели к государственной тайне. А здесь еще и видеосъемка. Вадим, а с вашей точки зрения, насколько вообще обосновано введение каких-то запретов и ограничений для производства фото-видеосъемки? Обосновано только с точки зрения закона. Все, что в законе написано, это исчерпывающий список. Объекты с режимом секретности. Человек действительно, как вы правильно сказали, не может туда попасть. То есть, если человек туда направляется, то он получает специальный допуск, он подписывает ознакомление с допуском с тем режимом секретности, который он получает. Для простого гражданина все остальные объекты только в режиме общего законодательства. Но есть момент. Частная и общественная. То есть, если я нахожусь у вас дома, не важно, у кого-нибудь дома, я не имею права достать и начать скрыто фиксировать, потому что это будет вторжение в личную жизнь. Открыто фиксировать? Открыто фиксировать с разрешения. Ну, то есть, если я нахожусь, пришел к кому-нибудь домой, достал камеру, открыто фиксирую, мне человек делает замечание, меня припровождают до двери или требуют убрать камеру. То есть, я нарушаю его личное. В общем, довольно сложно представить эту ситуацию. Ну, разве что, может быть, представители некоторых телекомпаний могут с включенной камерой позвонить в дверь и там начинать что-то снимать, когда вы это начнете. Вторжение в личную жизнь, да. Вот эта граница, она как раз и проходит. Все, что частное. Почему магазины и клубы и кинотеатры? Потому что мы заходим в магазин, это частная территория. Да, с одной стороны, это частная собственность. Земля может быть выкуплена, здание может быть выкуплено, помещение в здании может быть частной собственностью. Но это не отменяет его публичности, не отменяет его общественного пространства. То есть, я зашел туда, неопределенный гражданин, гражданин не по приглашению, я зашел туда, любой человек может зайти. Все, для неопределенного круга лиц. Все, это общественное пространство. Да, и, соответственно, у вас есть право там и фотографировать, снимать, вести оттуда онлайн-трансляции и прочее, прочее. Да, естественно. Но далее вступает в закон, далее в противоречие с нашим желанием вступает закон о изображении. Интеллектуальной собственности. Вот то, о чем мы с вами говорили до начала эфира. А за этим мы, да нет, давайте мы об этом сейчас поговорим, потому что люди, которые не знают, о чем мы говорили до начала записи программы, значит, есть какие-то ограничения, связанные в том числе с авторским правом, с правом на изображение. И они тоже все прописаны законом. Кинотеатр, музей, архитектурные особенности. Ну, то есть то, с чем мы сталкиваемся тоже довольно-таки часто. Мы с Андреем Орлом, еще один из нашей компании, из нашей банды, как нас называют, да, мы с ним начали ковыряться в этой теме, а где кинотеатр, где имеет право кинотеатр ограничить. Мы тоже, в принципе, в законе не нашли, где человеку запрещено фиксировать изображение непосредственно в кинотеатре. То есть если он снимает это изображение для себя, то закон, нарушением закона это не является. То есть момент нарушения закона является распространение незаконности с извлечением прибыли. Как фиксируют службы, как фиксируют суды, как суды идут на это дело, они что называют? Это подготовка к преступлению. То есть если человек неоднократно фиксирует, а потом от его камеры, от его изображения, от его линз появляются следы, как они как-то через экспертизу выясняются, что копии, которые были ранее получены пиратским способом, которые были распространены в интернете, были получены с помощью этого оборудования, при помощи этого человека, то это является уже непосредственно принятие человека на месте преступления. Непотливая работа, требующая проведения множества экспертиз. Но правильно я понимаю, что просто так охранник даже в кинотеатре не вправе подойти и потребовать выключить телефон у зрителя, который решил зафиксировать. А вот я считаю, что вправе, потому что это прописано условиями посещения кинотеатра. Есть приказ, по-моему, 1996 года, приказ еще Ельциным подписан, указ президента Ельцина о том, чтобы кинотеатры имеют право устанавливать свои собственные правила. Спорно. Ну, возможно, да, Ян. Вадим говорит, что это публичные оферты, которые при покупке билета мы должны подчиняться. Я с этим не согласен. В принципе, как дают частным лицам выставлять свои правила, какие-то создавать, но это неправильно. То есть должен быть закон, который запрещает прямо, допустим, видеосъемку за нарушение авторских прав. Допустим, запрещено копирование, все запрещено, в законе прописано. За это предполагается такая-то санкция, а не вот это вот размытое. Вот частное лицо в своем кинотеатре может создать какие-то правила. Это неправильно. То, что они каждый день могут менять свои правила, а мы должны будем каждый день изучать их. Ну, вот давайте об общественных местах мы поговорим все-таки чуть позже. Я имею в виду магазины, кинотеатры, музеи и прочее, прочее. А сейчас все-таки расскажите мне о полицейских и об их приказе, которые то ли отменили, то ли не отменили. Потому что вроде бы, с одной стороны, заявили, что граждане теперь имеют право снимать что угодно на территории отделений внутренних дел. А с другой стороны, вот Владислава за это задержали. Ян, расскажите, зачем вы решили чего-то снимать в полиции вообще? Вообще, изначально в полиции снимать, ну и собирались, и в принципе, это общедоступное место, в котором должно все освещаться. Все происходящее в полиции должно быть гласно. Потому что, чтобы сотрудники полиции понимали, что за ними глаз да глаз. Они выполняют исключительно волю народа, они инструмент людей. Для того, чтобы не было никаких преступлений на территории полиции, чтобы не было коррупции. Люди должны видеть, что там происходит. Для этого есть люди неравнодушные. Либо там человека задержали, он снимает свой арест, составление какого-то административного материала, если ему позволяет это нормы. Потому что уголовным кодексом есть ограничение съемки, приведение какой-то процедуры. Для этого, собственно, и мы снимаем, и пытаемся отменить незаконные приказы и указы. То есть вы по зову души, можно сказать, пошли к отделению полиции и начали там что-то снимать, стихийную парковку. А потом уже снимать то, как вас задерживают во время этой съемки. Правильно я понимаю? Да, это я собирал доказательства. В тот момент, когда меня пытались задержать, я собирал доказательства для написания заявлений. А что вам говорили полицейские, которые требовали, я так понимаю, прекратить видеосъемку? Чем они обосновывали свои требования? В момент задержания они ссылались на ФЗ номер 3, это федеральный закон о полиции. И все, больше никаких требований не было. Они говорили, что незаконно, и все. Владислав, поясните, в законе о полиции действующем Российской Федерации есть какое-то упоминание о запрете видеосъемки в отделении полиции или на улице полицейского? Так почему же полиция так себя ведет? Дело в том, что полиция, к сожалению, мы столкнулись с той полицией, которая так себя ведет. Я хочу пояснить. Совсем недавно наши знакомые поехали в город Уфу, и они зашли в 5-6 отделов, и беспрепятственно... Беспрепятственно, пожалуйста. Полицейских? Полицейских в отдел, они заходили, их встречали, сотрудники полиции, представлялись, иногда не представлялись, вот единственное было, сотрудники полиции видели камеру, забывали о том, что надо представиться. Ну, спокойно, люди заходили, в каждой полиции находится стенд для граждан, с которым гражданин имеет право ознакомиться, беспрепятственно все это существует. То есть они ходили, снимали, такой тест-драйв был. Зачем? Ну, они заходили, мониторинг провели, пожалуйста. Но когда вы собирались провести аналогичный мониторинг... У меня немножко другая ситуация, которая будет в последующем, так как у меня еще суд будет обжаловаться, это решение 13 апреля будет суд, я сейчас не хочу все раскрывать. А здесь запрещено видеосъемка? Чем запрещено? Девушка, заканчивайте с ним. Чем запрещено? Девушка, заканчивайте с ним. Девушка, заканчивайте с ним. Товарищ сотрудник полиции, вы не нарушайте меня, не трогайте меня, и человека не трогайте. Вы меня не трогайте, здесь люди стоят. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ полковник. Не случилось. Вам запретили снимать, здесь режимное помещение. Товарищ полковник, подождите, представьте, представители приезды. Товарищ, товарищ, пожалуйста, снимайте дежурную часть. Я не разговариваю. Выходим отсюда, ребята. Так, подождите, это имущество мое. Это имущество мое. Так, имущество мое не трогайте. Полицейский говорил, что нельзя, потому что запрещено? При составлении административного материала в Идецов Владимировичем полицейский сослались на несколько приказов, своих внутриведомственных. Номера сейчас не помню, но там в том числе было указано именно в материале, что эти приказы ДСП для служебного пользования. То есть обычный человек вообще, даже если он адвокат, он никак не мог быть ознакомлен с этими приказами, потому что не является сотрудником. Хочу дополнить, не каждый сотрудник знает эти приказы. Да, в том числе и федеральный закон о гостайне тоже. Я более того скажу, 11 приказ отменен, а не каждый сотрудник знает, что он отменен. Они до сих пор на них ссылаются устно. А да, 11 приказ запрещает вам здесь вести видеосъемку. Я говорю, господа, он отменен уже полтора месяца. Как буквально вчера это происходило? 11 приказ Министерства внутренних дел. ДСПшный приказ, да, тот же самый. В некоторых случаях его нам начинают листать. Он у них заламинирован. Вот смотрите, это УВД Китай-город. Потому что там у них, они задерживают, значит, людей на Красной площади, каждый день, чуть ли не каждый день, и везут в УВД Китай-город, и сразу за перемещающими граждан, за граждан, которых перемещают, бегут люди с камерами, забегают в отдел Китай-город. Поэтому они всегда готовы к тому, что к ним забегут с камерами, и они вот этот приказ, значит, всем показывают. А в некоторых отделах знают о том, что съемка была запрещена вот этим 11 приказом. То есть не так. Приказ говорит, что не запрещена, а приказ дает право начальнику этого территориального отдела определить способ получения разрешения на видеосъемку. То есть он должен дать письменное разрешение. У него нужно спросить разрешение. Вот. Абсолютно неконституционный приказ. Получить его легальным способом не представлялось возможным, потому что он не был зарегистрирован в Минюсте. То есть мы взяли копию из интернета. Как вообще сама по себе родилась похода в Верховный суд? Я понимал, что сейчас начнут судебные процессы летом, как раз аккуратно во время, когда все это выходило, про судью Голышеву, про рыбу судью, которая обсуждала с полицейскими, как же им закатывать Яну Котелевскому, когда он абсолютно не виновен. Что же делать? Он же прав. Она сетовала на то, что не может в консультанте найти норму, которую она может применить. Так вот, я понимал, что в принципе норма неконституционная. И даже при условии, что она сама это признает, руководствоваться ей она не может, ее надо отменять. Отменять я звоню Вагору, ребята, что будем делать? Он говорит, что мы не можем получить, потому что ее нет нигде, эта норма. Я говорю, стоп, секундочку, она присутствует в протоколах. Она говорит, давай протоколы. Я начинаю перерывать все, нахожу в протоколах ссылку на этот приказ, нахожу текст приказа в интернете, просто скачиваю в вордовском формате, отправляю Вагору, говорит, да, уже что-то есть. И вот на основании этого родился иск. И в итоге... Вы обращались с жалобой в Верховный суд Российской Федерации, я так понимаю, признание незаконным вот этого. Да, признание незаконным данного приказа. Но в итоге судья Верховного суда прошел между Сциллой и Харибдой, чтобы не обидеть министра и чтобы поступить по закону. Он решил просто умыть руки в процессе, аккурат между первым и вторым заседанием департамента... Ну да, получается, что министр Колокольцев сам отменил этот собственный приказ, чтобы не огружать этим Верховный суд. Чтобы не дай бог, мы его не отменили. Да, приказ отменили, но он каким-то чудесным образом, я так понимаю, продолжает действовать, верно? Вы правильно сказали чудесным образом. Мифически. Он не действует. Вот чудесным образом, да, он действует. Значит, приказ не просто отменяется, приказ отменяется следующим. 58 приказом был отменен 11, и норма, вот эта вот запрещающая видеосъемку или вводящая вот этот разрешительный формат, она не перешла в 58 приказ, о чем нам сообщили любезно представители МВД. Но 58 приказ нам не предоставили, потому что он такой же ДСПшный. В общем, цирк с конями такое, собственно говоря, происходит. Ян Николаевич или ознакомился, или уже ознакомился с материалами дела, и там должен быть представлен 58-й вот этот новый обновленный приказ. Приказы для служебного оборудования. Суду они его, по крайней мере, предоставили, да. Я спрашиваю сразу, а ведь мы же можем ознакомиться? А как, это же он ДСПшный? Ну ведь мы же, я говорю, ну ведь мы же можем адвокатов попросить, которые такие напряглись, но есть адвокатская тайна, а как это они на это пойдут? Я говорю, ну мы договоримся, то есть публиковать его по-прежнему не будете. Мы не можем его публиковать, потому что он ДСПшный. А вот, кстати, поясните мне, пожалуйста, Владислав, вот как раз этот момент. А разве это вообще по правилам, разве это нормально, что какое-то ведомство издает какой-то приказ для служебного пользования, и люди, которые не могут априори знать о содержании этого приказа, должны ему подчиняться? Ну вот вы, например, да, вы адвокат, не полицейский, как я уже говорила. Как вы можете знать, что у полицейских есть какой-то специальный приказ? Мы получили ответ в Верховном суде, когда мы находились, касаемо отмены вот этого 11-го пресловутого приказа. Четко представитель действующей подавильности от Министерства МВД сказал, что этот приказ вообще не действует для граждан, он вообще никоим образом. И поэтому судья, когда отказывал в нашей жалобе, которую мы подали, и прекратил дело не по тем основаниям, по которым мы настаивали, он сказал, ну он же вас никак не касается. И когда мы сказали, что Ян Николаевич все-таки привлечен, он был очень удивлен. Ян Николаевич, подтвердите. Судья Верховного суда был очень удивлен, что, он говорит, вы еще не обжаловали, они еще не отменили ваше решение, по которому мы говорим, да нет, все, засилили. Председатель Верховного суда очень был удивлен. Да, ну вот видите, человек 22 дня отсидел в кутурке, простите, под арестом, да, это хоть и административный арест, но тем не менее, я не думаю, что он здесь намного лучше ареста уголовного. И никто за это, получается, наказание не понес, а человек незаконно... Ну, что вы взяли, что не понес? Ну, во-первых, Ян Николаевич, мы не остановились, мы будем дальше обжаловаться. Ну, с другой стороны... То есть, я думаю, рано или поздно, конечно, кто-то должен отвечать за это. Ведь мы же отлично понимаем, что это незаконно. Если судья Верховного суда говорит, что это незаконно, если представитель, министр МВД говорит, что это незаконно, но никаким образом на граждан этот приказ не действует. И у нас есть протокол судебного заседания. Ну, не будешь же ходить по всем отделениям полиции с протоколом судебного заседания, Верховного суда, чтобы доказывать полицейским, что ты можешь там... Это уже не наша проблема, это проблема в целом общества и в целом министерства. Потому что министерство должно доводить до своих сотрудников. Ну, кто этого не знает, мы же не будем доводить. Ну, а почему нет, собственно говоря? Я считаю, что на первых порах человек, который планирует осуществлять видеосъемку, должен распечатать протокол, это же Верховный суд, выше его просто нет. Распечатать протокол Верховного суда, решение Верховного суда с выдержками позиций Министерства внутренних дел, когда очередной полицейский будет запрещать, он будет показывать вот это, вот смотрите протокол. Полицейский будет говорить, а у меня вот есть вот тут, понимаете ли, приказ от моего начальника. И таким образом мы видим столкновение двух норм, а закон всегда идет за практикой, никогда наоборот. Мы будем видеть это один раз, мы увидим это второй раз, третий раз, а потом в конце концов законодатель ничего не останется, как он видит, смотрите, сколько столкновений. Давайте мы в конце концов это разрешим, давайте на законодательном уровне зафиксируем право граждан осуществлять видеозапись внутри отделов полиции, там, где это не запрещено, например, другими нормами. А какими нормами? Это уголовно-процессуальный кодекс запрещает съемку непосредственно, то есть там так написано, что съемку можно осуществлять в местах, где проводятся процессуальные действия, с разрешения лица, которые осуществляют процессуальные действия. Например, в кабинете идет про какой-то допрос, туда нельзя ворваться, снимайте видео, потому что там происходит процессуальный действия, там свидетели, там потерпевшие, там мало ли что угодно. А вот в присутственном месте, в отделе полиции, в дежурной части, там, где висят информационные щиты, стенды... Или там, куда, например, свезли людей, которых с массового митинга забрали... Хорошо, зачем мы говорим сейчас? Причем здесь полиция? Я считаю, что на законодательстве... Полиция вообще не виновата в том, что она запрещает съемку. А кто виноват? Вообще не виноват. Ну давайте мы зайдем в святая святых. В любой суд зайдите, и вам там запретят. Ну о чем мы говорили? Но когда мы попали в Верховный суд, я хочу сказать, я думаю, Ян Николаевич пояснит так же, мы попали в другое государство. Мы находили совершенно в другой стране. Где приставы, где сотрудники полиции помогают журналистам переносить камеры, подносить. Ну о чем мы говорим? Там даже вопрос не возникло. С камерами, пожалуйста, заходите. Я считаю, что законодательно надо закрепить гражданам в присутственных местах никто, никакое должностное лицо, ни судебный пристав, ни председатель суда не имеет права своими распоряжениями что-то запрещать. Все, надо прямо отсечь это дело на... Статью в административном кодексе за запрет видеосъемки гражданином Российской Федерации. Вот дискуссия, которая сейчас... Должностному лицу ответственность в размере, допустим, минимального оклада какого-нибудь. Этого лица. Да. Но что далеко ходить, вот сейчас я был в городе Брянск. 22-го числа, 23-го числа в советском районном суде города Брянска. Я сначала 22-го... Марта. Вот этого месяца, да. Я был как слушатель, перед этим пошел наш журналист, получается, ну, мне интересен был этот процесс, и я попросил журналиста своего, чтобы он... Пойди, посмотри, что там хотя бы, ну, аудиозапись получи, или что такое, или письменно пометь. Ну, что я могу сказать? Журналист представился, но его не пустили даже в процесс. Я вынужден был вмешаться в эту ситуацию. В следующий день я уже как адвокат вступил в этот процесс. Я заявил ходатайству, что находится здесь пресса. Пожалуйста, вот журналист, будем вести. Ну, что вы думаете? Как я это понял? Благими намерениями, как я судье пояснил, и за это он на меня написал жалобу, ну, не только за это. Ему очень много не понравилось ситуации, потому что мне не понравилось, что запретил он. Но благими намерениями выстроена дорога, мы знаем куда. Суд сказал следующее, председательствующий. Вы знаете, вот камера, если она будет стоять, камера у меня со спичечный коробок, ну, крошка, да, все знают, маленькие камеры, которая будет стоять на столе. Он говорит, вы знаете, она будет отвлекать участников процесса. Я очень за них переживаю. Ну, прямо отец родной. Хотя все участники процесса сказали, да, мы хотим съемку. Вот, но я даже, было условие, вы не поверите, условие было следующее со стороны нас. Со стороны прессы, я как представитель прессы, также пояснял председательствующему, камера будет стоять статично. Никто не будет ходить. Нет, на вас она не будет направлена, председательствующая. На прокурора, пожалуйста, не будет. Ну, вот они, прокурор с судьей, решили, что все-таки они судят своих близких родственников. Судьбу близких родственников решают подсудимых. И вот подсудимым очень будет камера мешать. Ну, вы знаете, на самом деле, скоро этот вопрос, может быть, о съемке и видеотрансляции в судах, получит окончательное разрешение. Потому что, по-моему, две недели назад, ну, вот совсем недавно, в Государственной Думе Российской Федерации появился законопроект, который предлагает вообще запретить трансляции из зала судов. То есть, если до этого все шло к открытости, транспарентности судебной системы, и специальный закон был принят на этот счет, то сейчас, наоборот, все схлапывается. И, кстати, вот Ян говорит, и Вадим, или вы говорили о том, что ну и пусть примут закон тогда и скажут, где можно, что там производить фото- и видеосъемку, а где нельзя. Ну, вот они и примут тогда закон, в котором напишут, что в отделениях полиции запрещено проводить фото- и видеосъемку. Это будет очень хорошо, если такой закон будет. И ничего с этим не поднимется. Очень хорошо. Тогда им придется отменить кучу своих приказов. Там сразу все... Так нельзя просто взять, в отделах полиции запрещено. Есть 707-й приказ, есть приказ 10-10, 10-10, которым, своими приказами, которыми не определяют, какая информация должна содержаться в стендах. Есть федеральный закон об ознакомлении, о доступе граждан к открытости, к информации, когда человек может зайти внутрь, ознакомиться любым удобным способом. Я не обязан переписывать все это под копирочку или перезапоминать все, что на стендах есть. Я имею право достать камеру и все это зафиксировать, а потом дома сесть и разобрать по слайдам, что мне нужно, а что мне не нужно. у них будет голова об этом болеть? Я считаю, что... Проще же все запретить и все, чтобы вопрос не возникал. Конечно, проще. Проще еще, конечно, еще 600 тысяч на ГУЛАГ сослать в лагеря и золото добывать. Конечно, так проще. Но мы говорим о том, что Российская Федерация это демократическая страна, и мы, общество, имеем право требовать демократических преобразований, демократических реформ. А к тому же, а к тому же, собственно говоря, показывает практика, что открытость, она всегда лучше. Например, тот же самый приведенный вами пример с гаишниками. В 185 приказе МВД зафиксировали, это даже не законом, это только приказом зафиксировали, право граждан осуществлять видеосъемку и обязанность гаишников не препятствовать осуществлению этой видеосъемки. И ГАИ за 5 лет изменилось кардинально. ГАИшники просто стали лучше изучать заправки. Да, здесь просто важно пояснить, потому что я как раз в рамках записи передачи ничего о гаишниках не говорила. Это опять же перед записью. Я задавалась вопросом, ну как же так, что за такая дискриминация? Почему гаишников разрешают снимать, и они не жалуются на это? И уже давно у всех видеорегистраторы обычных полицейских в обычных отделениях. Вот оказывается, можно не снимать, и даже вроде какое-то есть официальное разрешение. Но вот по этому поводу посмеялись сейчас, поэтому вводим к разговору. Это все во благо. Разрешение снимать, и все отлично. Я сейчас вам хочу пояснить, почему, когда вы сказали о том, что думают о чем-то, я буду очень доволен, если будет такое все-таки законодательно, что запрещено. Почему? Объясняю. Потому что в настоящий момент у нас не запрещено, и нам обжаловать нечего. То есть у нас же как написано в законе, как Коровин пояснил, начальник полиции может с его согласия. То есть, если вы начнете что-то обжаловать, вам скажут, а у нас разрешено, у нас нет прямого запрета. Мы можем обжаловать только прямой запрет. Также в суде суд может. И вот пока у нас будет в кодексе суд может, следователь может, вот до этих моментов, к сожалению, мы не победим ни коррупцию, с которой мы боремся. Ничего. Как мы можем... То есть, как я могу обжаловать? Вот судья, да, мне запретил. Ну, что мне обжаловать? Я согласен с Луньковым, с Владиславом, потому что Госдума не сможет это принять. Потому что они напринимали открытость этих самых отделов полиции, дежурных чечений. То есть у нас все... У нас другая сторона. Вы плохо думаете о Государственной Думе. Зачем? Тогда мы уже привыкнем жить. То есть мы будем привыкать, что нам все запрещено. У тебя будет проще. А когда... нам говорят, то есть можно, а на самом деле нельзя. То есть, а когда ты начинаешь говорить, так можно, так позвольте мне, но у вас сразу 19.3. Луховый-то кроется. 19.3 это статья о кодексе об административных правах. Человек начинает. Человек понимает, что в отделе полиции можно снимать. Он это понимает, он идет. Но всего лишь ему два раза сказали, нельзя, этого достаточно два-три раза, вы не подчиняетесь, там даже никто ничего не объясняет. Я предлагаю сейчас перейти в разговоре вот от присутственных мест судов и отделений полиции к общественным местам, как вот кинотеатры, музеи, магазины, о которых мы уже немножко поговорили. Но прежде давайте посмотрим небольшой сюжет. Его подготовил корреспондент радио «Свобода» Иван Воронин. Он встретился с видеоблогером Еленой, и вот она рассказала ему несколько своих историй. Диага, зашли еще в один косметический магазинчик. А у вас натуральная, да, именно косметика? Нет, натуральная. Нас снимать нельзя. Ну, снимать везде можно, на самом деле. Нет, у нас не есть. Можно, можно. Вы же не будете с законом Российской Федерации спорить. И что? И что дальше? Вообще нельзя снимать в торговом сайте. Нет, вообще-то можно снимать. Я имею право снимать где угодно. Есть закон, права потребителя, знаете? Когда я начала снимать и повернулась на продавщицу, спросив определенный вопрос, у меня округлились глаза, и она сказала, здесь нельзя снимать, здесь нельзя снимать. Ну, на что, естественно, я сказала, что очень даже можно, вследствие чего она вызвала охрану, так называемую. Потому что охрана, я считаю, должна знать законы. Если они не знают законы, это уже как бы вызывает сомнения. А является ли он квалифицированным работником вообще? И, подойдя, этот охранник начал, естественно, то же самое, выдвигать мысль о том, что нельзя здесь снимать. Потому что у нас там вот указано, а вы видите ли, нарушайте эту надпись. Человек понял, что я знаю закон, и, в общем-то, он уже в форме улыбки. Для него это все было, на самом деле, забавой. То есть он не воспринимал это серьезно и выполнял просто как, вот знаете, подоймитесь в администрацию и спросите у них все. А я так, я подневольный человек и ничего не знаю. Нет, агрессии как таковой не было. В принципе, никто у меня там не отбирал камеру и более того, я себя продолжила снимать. Я думаю, что ничего бы не случилось, но я сама просто не хотела дальше снимать. Мне это было уже неинтересно. Я же снимала не с целью там какой-то скандал заснять, а просто снимала свой блог. И мне это было неинтересно абсолютно. Здесь все вместе. И юридическая безграмотность, и принципиальность. Потому что одно порождает другое. Принципиальность порождает безграмотность. В том плане, что если бы они знали законы, принципиальности было бы просто вот ноль. Не было бы ничего на эту тему поднято даже. Если бы они знали законы, разве бы они стали их нарушать сознательно? Я сомневаюсь. Поэтому думаю, что просто первоочередно это юридическая безграмотность, безусловно. У меня есть ролик ранее, тоже связанный именно с запретом съемки. Но это уже было в фикс прайс. И там точно так же ко мне подошли даже не охранники магазинов. Он тоже попытался мне запретить, но я точно так же высказала свое мнение на этот счет. Тогда мне писали какие-то... Это было очень давно. Это было, наверное, годы два назад приблизительно. Я уже не помню, что-то писали мне зрители о том, что они не знали, что нельзя. То есть им запрещали, и они молча выключали камеру. Вот. Это то, что я могу сказать, что мне рассказывали, делились. И как бы благодарили за то, что я выложила ссылку на законы, там прописала им законы. Дело даже не в блогинге, потому что это в любом случае, как бы снимаешься просто или непросто. В любом случае, как бы закон есть закон. Он один для всех. В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.swaboda.org Передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Владислав Луньков и общественники Вадим Коровин и Ян Котелевский. Мы говорим о запрете законным или незаконным на произведение фото- и видеосъемки в общественных местах в том числе. Вот сейчас мы посмотрели сюжет небольшой торгового центра. И здесь важно отметить, что в то время, когда наш корреспондент Иван Воронин записывал интервью с этой девушкой около здания этого торгового центра, к ним подошла охрана торгового центра и требовала прекратить видеосъемку. На фоне торгового центра. На фоне торгового центра. Видимо, секретный объект. Цирк, конечно. Вот, вероятно. Он мне потом рассказал, что я так растерялся, я знаю, что он не имеет права это делать, но он был настолько настойчивый, этот охранник, что на самом деле, может быть, кто-то мог бы испугаться, потому что часто бывают еще и такие мужчины... Охранники бывают убедительными. Да, бывают очень убедительными. И вот как себя вести в этой ситуации? Правильно ли действовала Елена, например, в том же магазине, где я приходила, снимала какие-то товары? Есть много примеров и печальных историй у нашего друга Иванова Бориса. Он тоже ходит по торговым центрам, по магазинам, там любит снимать блог о товарах. Его неоднократно сотрудники магазина избивали, ломали камеру ему, неоднократно вызывали на него сотрудников полиции, его забирали сотрудники полиции. Забирали его, а не охранников, которые его побили. Разбитый фотоаппарат вызвали сотрудников полиции, забрали только Бориса. То есть он написал заявление, но все равно дело никакого не возбудили. А где это происходит? В Москве? В Москве, на Арбате это все происходило неоднократно. Причем дело до сих пор не возбудили никакой... Полиция считает это нормальным. Когда сотрудник магазина звонит, вызывает полицию, говорит, что у них что-то происходит, вот человек ходит с камерой, это нельзя делать. Сотрудники полиции приезжают, забирают его как подозрительную личность. Для чего-то непонятно. Дело никакое не возбуждает. Как правило, личность его выясняет, отпускает. Основания для его задержания никакого нет. Протоколов никаких не составляется. Не говоря уже об основаниях для запрета. Чем сотрудники магазинов объясняют то, что там нельзя снимать? Внутренними правилами магазина. Это похоже на ДСП, да? Приказы ДСП. На самом деле, это нормативно-правовой акт, безусловно, внутренний. Только он распространяется на... То есть, любой внутренний нормативно-правовой акт внутри организации, он распространяется на сотрудников организации. Он не может выходить за пределы полномочий, за пределы компетенции. А все остальное регламентируется за федеральным законом. Ну, то есть, не внутренними правилами, а должностными инструкциями для данного сотрудника. Эти правила не касаются граждан и посетителей магазина. Я правильно понимаю, что, например, владелец магазина может сказать в том числе, что это частная собственность, моя частная территория, я могу на своей частной территории устанавливать любые правила? Сказать он может, но он живет в государстве. Так. Вот он сказал, ну и что? Ну, а как же сохранение неприкосновенности частной жизни, сохранения частной территории, разве... Ну, мы уже обсудили этот вопрос, что... Это не работает? Что, пожалуйста, в квартире, да, это ваша частная собственность. А если это мой магазин, мой ресторан, мой личный, А также закон о защите прав потребителей включается, который запрещает вам сказать, это мой. Если у вас дверь открыта для неопределенного круга лиц, то это уже территория публичная, это уже территория общественная. Понимаете, в чем дело? Вот меня немножко удивляет, да, мы уже столкнулись с этим, что даже сотрудники полиции не все знают хорошо закон. Вот я адвокат, любой юрист, мы тоже все знать не можем. Поэтому я здесь в этой части тоже сотрудник полиции, это же человек, все знать он не может. А что мы спрашиваем с охранника? Ну, что мы спрашиваем с охранника? Ну, не знает он, значит, каких-то вещей. Ну, верит он старшим своим. Вот ему сказали, вот запрещают. Сиди запрещают. А в чем смысл этого запрета? Вот в чем? Я могу еще понять, что есть, я так понимаю, что есть запрет более-менее обоснованный, когда, в том случае, если в кадр может попасть товарный какой-то знак, ну, на тот случай, если его вдруг потом захотят неправомерно использовать и прочее, и там может возникнуть дело, а там деловой репутации и прочее, прочее. Вот здесь, может быть, есть какие-то ограничения, но человек же не снимает прицельно какой-то, да даже если и снимает, ему же тот же закон о защите прав потребителей дает право собирать полную информацию о товаре и услуге. То есть вы хотите спросить, что находится в голове у человека, который запрещает примерно? Чем он мотивируется? Да, чем они руководствуются? Почему? Там куча всяких вопросов. Во-первых, каждый предприниматель понимает, что если ты будешь соблюдать все, как мне говорил один налоговый инспектор, то лучше даже не открываться. Скорее всего, они понимают, что у них есть куча нарушений. Сотрудники также понимают, что у них есть куча нарушений, что если какая-то публичность, ну это то же самое, что и представители власти, если какая-то публичность, то она всегда чревата какими-то последствиями, в первую очередь, для них. По этой же причине нам запрещают видеосъемку, по этой же причине нам говорят, «Пожалуйста, уберите камеры», и все здесь селят по этой же самой причине сотрудники и владельцы магазинов, торговых точек пытаются все это дело убрать. – Может быть, они торгуют просрочкой или он товаром, или какие-то мошеннические действия осуществляют в магазине, то есть продают вместо золота медь. – Может быть, он даже не знает, у нас российское законодательство такое, нагромождение всякого, всякого, всякого. Может быть, он даже не знает, что там не подметено, недостаточно освещено и так далее. Но от греха подальше. Если это не реклама, если это не рекламный ролик, гарантированно, что это будет работать на тебя, то лучше от греха подальше это все убрать. Я думаю, что мысли примерно такие. – Я хотел сделать рекламу своему городу, своему отделу, который я знал. – Отдел внутренних дел? – Ну, я знал этот отдел, конечно, я знал там, и знал бывшего начальника полиции, очень хороший отдел. – Но не дали. – Ну… – Значит, иными словами, в магазинах снимать тоже можно всегда и везде. – В магазинах, в кафе, в ресторанах. – Ну, кроме подсобных помещений. Все, что торговый зал, можно безусловно. – Куда? У вас есть свободный доступ. – Свободный доступ, да. – А как же они еще говорят, что если человек приходит, начинает снимать ценники? Они говорят, это коммерческая тайна. Что на это можно возразить? – С законом о коммерческой тайне информация открыта и публичная, исключена, и она просто… – Может быть. – Вы знаете, меня всегда удивляет, да, вот сотрудники полиции, с одной стороны, да, я очень уважаю нашу полицию, потому что среди них очень много порядочных людей, конечно. Но ситуация такая, ну, приходишь ты с камерой, ну, с большой или с маленькой, вот хочешь ты снять, вот что-либо, и вам говорят, вот вы там, у нас, вы знаете, какая обстановка, вот все любят говорить, какая у нас обстановка, директор чего, магазина, директор там клуба какого-нибудь, они всегда начинают, вы знаете, какая у нас обстановка. – А какая у нас обстановка? – Все, то есть, ладно, хорошо, дальше. Вот, вы знаете, вот, а вдруг террористы? – Ну, ребят, ну, давайте, мы уже живем в 21 веке, да они давно все знают, где, что находится, конечно, они, если захочут, действительно, будет стоять такая задача, какой, не дай бог, акт даже здесь совершить, но они зайдут, сделать, мы даже не заметим, что уже сняли все, зачем, то есть, ну, делать, видимость только показывает, что мы с чем-то боремся, давайте бороться, будем бороться молча, а не так, что хватает людей с телефонами, человек держит в руке телефон, а его хватает, все, вы снимаете, вам не положено. – Ян, подскажи, пожалуйста, в законе о коммерческой тайне есть перечень, он исчерпывающий и он закрытый, да, что может являться коммерческой тайной, естественно, все остальное не может являться. – На самом деле, вот, даже логически рассуждая, совершенно очевидно, что ценник в магазине никакой тайной коммерческой являться не может, во-первых, потому что ценник – это публичная оферта, да, во-вторых, потому что человек может свободно передвигаться по нескольким магазинам, ну, и если не фотографировать, записывать где-то себе на листочке, если хочет сравнить цены, ну, и не говоря уже о том, что тот же самый закон о защите прав потребителей позволяет, по-моему, статья 10 закон о защите прав потребителей, который дает право на получение полной информации о товаре и услуге. – Да, и закон о коммерческой тайне, он ограничивает владельца этой тайны о том, что он не может все подряд называть коммерческой тайной, то есть он ограничивает самого правообладателя, то есть вот это ты можешь, вот тебе вот дано разъяснение, что ты можешь, а все остальное это не как-то, это все общедоступно. – Все, что публично выставлено и общедоступно, то не является коммерческой тайной. – Да, но оно может являться предметом, объектом авторских прав, например, да, если речь идет о… – К тому ценнику есть требования, ну, что ж вы такое говорить, есть требования, и я скажу, чего боятся, многие боятся, просто мало кто обращает внимание, к ценнику есть требования, ну, то есть переворачивать, штат должна печать, стоять, подпись, ну, не все это делают, ну, это физически некоторые не успевают, и вот они, скорее всего, боятся вот таких вещей, но когда человек приходит, снимает, он действительно цена интересует. – Кроме всего прочего, насколько мне известно, в больших магазинах есть даже такая забава народная, иногда путают местами ценники, то ли намеренно, то ли специально, человек не должен, если вот стоит какой-то товар, под ним подпись, ну, соответственно, ну, конечно, если тут чашка, а ценник на сковородку, в общем, может быть, возникнут вопросы, хотя это тоже работает. И вот люди тогда фотографируют, идут на кассу и требуют, чтобы им этот товар отпустили по той цене, которая указана на ценнике, и в качестве доказательств прикладывают фотографию, до сборки часто, ну, это такая вот народная забава, и проверяют… – И со стороны магазинов, и со стороны покупателей. – Да, и проверяют на действие как раз закона защиты прав потребителей. Во многих магазинах, кстати, могут ценники указывать одно, на кассе выясняется, что цена совершенно другая, есть такая крупная федеральная сеть, они там любят этим развлекаться. – Нет, да, не подал. – Сюжет уже был снят на эту тему. И таким образом, вероятно, зарабатывают, ну, как-то. – Ну, со стороны покупателей тоже есть определение, потребительский экстремизм. – Да, потребительский экстремизм. – А теперь поясните мне, пожалуйста, ладно, не магазины, музеи. Имеют ли право в музеях, в каких-то парках культурных брать деньги за осуществление на территории вот этого музея, парка, фото- и видеосъемки? Если это не профессиональная фото- и видеосъемка, а человек ходит с мобильным телефоном, может он ходить по третий ковке с точки зрения закона и фотографировать то, что он там видит? – Я считаю, что статья Конституции 29 разрешает это делать. Каких-либо запрещающих законов об авторском праве, вот именно копирование для себя, не для распространения, я не вижу запретов реально. Можно сходить по проводе, попросить привлечь тогда. – А на каком основании денег требуют за фото- и видеосъемку в музее? У них есть такое право? – Я бы сказал, это не требование, а просьба скорее. – А вот Владислав, скажите. – Я хочу сказать, вы понимаете, что это давно уже, еще когда интернета не было, это действительно такое существует, в музеях оплата. Я считаю, что сейчас, во время интернета, где везде все это есть, это можно проще сделать, и качественно ты получишь. – Где музеи сами массово копируют свои работы, выкладывают в интернет. Многие музеи, да, просят деньги, да, действительно. – Ну, по крайней мере, насколько я понимаю, никому пока еще в голову не пришло обжаловать в судебном порядке тот факт, что в музее какой-то взимает деньги за осуществление видеосъемки. – Правильно. – А там дальше вот… – Мы не делали аналогию. Вот когда мы знакомились с 11 приказом, там же четко сказано, с разрешением руководства. Поэтому Яну Николаевичу, когда он был у меня, я с ним общался, я говорю, Ян Николаевич, может, надо было заплатить просто? То есть мы мимо кассы прошли, как в музее. Заплати, идти, снимайте. – В отделении полиции. – Да, в начале. – А как получается? – В фонд помощи сотрудникам полиции. – А это тоже разрешено полиции помогать? – В метро можно снимать? – Я считаю, что в метро можно снимать, можно снимать в медучреждениях, ничем не запрещено. Есть правила в метро, установленные постановления правительства Московской области, о том, что можно снимать на любительскую технику, исключение – это профессиональная техника, и обусловлены габаритами определенные. Все, пожалуйста, для себя снимайте. – А как же все эти истории о праве человека на собственные изображения? И вот часто говорят, вы будете снимать в метро, вы будете снимать на улице, а вот мимо пройдут люди, а у них есть право на их изображение, они не хотят, чтобы их снимали. Вот это как? – Суд подает, денег зарабатывают люди. – Тут вторая статья Гражданского кодекса говорит о том, что человек имеет право на свое изображение исключительно, если он является единственным объектом этой съемки. – То есть, если я намеренно снимаю вас где-то на улице, вы это замечаете, вам это не нравится, вы мне говорите, прекратите снимать немедленно, я обязана перестать вас снимать. А если я фотографирую памятник Пушкину, а вы каким-то образом попали в кадр, то вы не имеете права какие-то претензии уже не предъявлять. – Нет, конечно. И не только. Если вы снимаете непосредственно человека, он является объектом, субъектом правонарушения, то есть он парковку нарушил или там что-то откручивает, ворует, а вы не перестаете его снимать, он говорит, прекратите меня снимать, это мое право на изображение, вы говорите, я имею право этого, а это снять и выложить, это потом в YouTube, в любое общественное доступное место, потому что это, как там написано, социальный интерес, вы снимаете в интересах общества, вы хотите показать, какой он негодяй и как не нужно делать, а как делать нужно. – Нет, в данном случае он совершает какое-то предположительное преступление, либо правонарушение. – Правонарушение. – Да. – То есть, если я снимаю в общественном месте на улице какого-то человека, он скажет, вы не имеете права меня снимать, я не имею права его только изображение использовать, а снимать я вообще могу, все что угодно, надо хоть и непосредственно быть человеком. – Но, тем не менее, здесь очень важно отметить, что все-таки несовершеннолетних снимать нельзя без согласия их родителей, правильно я понимаю? – По-моему, распространять. – По-моему, только распространять. – Да, но только сколько каналов у нас есть, люди неплохо заработали. – А как же быть вот с этими камерами, которые висят стабильно в государственных интересах, в государственных интересах? – Так они снимают, они же там уже не разбираются, там ребенок идет, грудной, возраст, он все фиксирует. – В 152 прописано, что в государственных интересах они не имеют право на свое изображение. – 152 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. – Да, Российской Федерации. В рамках государственного интереса, пожалуйста. – О законах еще. Вот, существует кодекс об административных правонарушениях, и там есть статья этого кодекса, которая запрещает проведение фото- и видеосъемки с борта авиасудна, ну, с самолета. И за это предусмотрены административные санкции. Правильно ли я понимаю, что этот запрет тоже ограничен? То есть нельзя снимать что-то конкретное? Или можно? И вообще люди могут сидеть в самолете, там, селфиться, или фотографировать то, что они видят из окна, там, как подлетают к Москве или видят там египетские пирамиды и что-то еще? – Я читал эти авиационные запреты, это авиационные правила, это определенная, как бы, кафедра, определенная стезя. Я не готов это комментировать, потому что там все связано с безопасностью, там все связано с требованием. Мы неоднократно спорили даже с тем же Ильей Варламовым, мы неоднократно спорили в публичном пространстве о том, что может командир борта и что может запретить регламентировать авиакомпанию, а что нельзя, что оставить на откуп общему законодательству, а что на право гражданина, его личные права. – Это тоже еще дискуссионный вопрос. – Очень дискуссионный вопрос, да, потому что это вопрос безопасности, потому что командир, авиакомпания несет ответственность за 200, 300, 400, 500 человек, которые у него на борту, и вот если у них есть такое, не снимать, значит, какой-то причин, не знаю. – Хорошо, у нас совсем немного времени остается до окончания программы, и можете ли вы, Владислав, сначала дать какие-то конкретные рекомендации человеку, который пришел в магазин, в отделении полиции, в метро, в музей, не знаю, на борт какого-то судна, и решил там сделать фотографию, себя сфотографировать, берег вот что-то сфотографировать, а ему запрещают, как себя нужно вести в этой ситуации. – Ну, уже много роликов про это снято, вызывают полицию, как обычно, вызывают полицию. Ну, если вы не хотите, ну, в принципе, мы сами себя поставили в такие условия, что я вот реально, как адвокат скажу, очень не связывался. Вы просто можете пострадать. Вот реально можно пострадать, потому что, как мы говорим, вот, Ян Николаевич, человек пришел, снимал, и что произошло, вы задаете вопрос, что с ним сделали сотрудники полиции? Сотрудники полиции забрали кого? Этого человека, который обратился к сотрудникам полиции за защитой своих прав. – Понятно. – Вот так у нас заканчивается. То есть не каждый человек у нас может отстоять свои права. – А если человек настроен решительно и хочет отстоять, про что он должен делать? – Пожалуйста, отстаиваем. – Вот давайте у Яна спросим, что должен делать человек, который… – Ну, во-первых, ссылаться на Конституцию, по-моему, 29-я статья. – Которая дает право свободно получать распространение информации. – Свободно получать, да, информацию. – При любом требовании должностного лица, будь то продается в магазине сотрудник полиции, работник медучреждения, требовать основания запрета на съемку. И если что-то должностному лицу не нравится, то пускай его вызывают сотрудников полиции. Если сотрудники полиции, как в моем случае был даже в медучреждении, по телефону разъясняют должностному лицу то, что снимать имеет право, все в порядке. Иногда сотрудники полиции приезжают, забирают. Ну, ничего страшного не происходит. Максимум составит какой-то там документ, ни к чему вас не обязывающему. Все, вас так же отпустят. Так что снимайте практически все, что хотите. – Хорошо. А скажите, пожалуйста, Вадим, что же делать человеку, если у него в процессе вот этих дискуссий с охраной или с полицией отобрали карту памяти, заставили удалить фото и видео, или сломали видеокамеру, фотоаппарат, или телефон разбили? – Полиция, ну и публичность максимально того, что он делал. – То есть, опять же, нужно обращаться в полицию, писать заявление. О чем, кстати? О самоуправстве? – А пусть они сами квалифицируют. – Квалифицирует, правильно он говорит. Квалифицирует должен следователь. Мы даже, ну я адвокат, ну это следователь и право. Человек должен написать все, что произошло, и какие права его были нарушены по его мнению. То есть там имуществу принесен ущерб, да, принесен ущерб имуществу, физически, его там здоровью, он какие-то претерпел страдания, он должен об этом написать, одежду порвали. – А реально добиться компенсации в этом случае? – А в разных случаях по-разному. – Нет, нереально. – Дело в том, что я хочу сказать, что это зависит от базы, которая база у вас будет. Ну и к какому судье попадет дело, можно и так рассудить. – То есть, чем больше вы успели наснимать в процессе, – Вот, именно. – Тем для вас лучше. – Да, на сегодняшний момент видео в любом случае является доказательством. Оно не безусловное доказательство. Как у нас уже был процесс, когда вот Яна Николаевича пытались осудить, сотрудники полиции говорят, да, здесь я изображен, да, вот я разговариваю с Яном Николаевичем, ну, председатель судья, она сказала, ну, я не верю этому. – Понятно, не стали принимать. – Последний случай в Саратове двое сотрудников ГИБДД препятствовали в видеосъемке представителя, гражданина которого они, собственно говоря, по административке привлекли, они его заломали, он стоял с телефоном, снимал, они застегнули его в наручники, телефон отобрали, двух сотрудников ГИБДД привлекли к уголовной ответственности по статье «Превышение должностных полномочий». – Причем он снимал в пункте ДПС. – Он снимал внутри, в отделе, на посту ДПС. – То есть, если вы готовы отстаивать свои права, то, в принципе, на фото- и видеосъемку в любом месте, то, в принципе, вы это право свое реализуете, другое дело, что, может быть, придется… – Последствия. – Да, другое дело, что, может быть, штраф заплатить и под арестом посидеть, а то и поколоть. – Очевидно, что в обществе назрела необходимость на это право. Очевидно, что людям надо чаще, больше и всегда, и везде снимать, для того, чтобы фиксировать нарушение своих прав или фиксировать свои права. Поэтому право идет за практикой, практика идет к тому, что нам это надо больше, поэтому право будет прогибаться. То есть, законодатель будет идти на поводу общества, будет исполнять потребности общества. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.swaboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие», ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Эту программу также можно было смотреть на телеканале «Настоящее время». Со мной в студии сегодня были адвокат Владислав Луньков и общественники Вадим Коровин и Ян Котелевский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова